Внеочередных досрочных парламентских выборов в Сербии еще весной заговорил президент страны Александр Вучич. Поводом стали две трагедии. В начале мая в центре столицы 13-летний подросток застрелил в своей школе 9 учеников и охранника. На следующий день в пригороде Белграда 21-летний мужчина расстрелял из автомата 8 человек. На фоне происходящего в Сербии начались массовые протесты. Их уже назвали самыми масштабными после падения режима Слободана Милошевича в 2000 году. Протестующие до сих пор выходят на улицы Белграда, требуют от властей ответить за трагедии и просят уйти в отставку нынешнего президента страны. Сначала Вучич негативно реагировал на протесты и называл их попыткой цветной революции. Затем обвинял оппозицию в том, что она попросту хочет его убрать и никакие реформы ей не нужны. Однако полностью игнорировать протестующих сербские власти не могли и решали, как выйти из этого неудобного положения. Думаю, что выборы являются реалистичным вариантом, потому что когда у вас возникают кризисные ситуации и когда кто-то тем или иным образом бросает вызов легитимности, тогда это лучший способ. Досрочные выборы для Сербии уже не в новинку. Это четвертая внеочередная выбора с 2012 года, когда сербская прогрессивная партия пришла к власти в стране. Несмотря на то, что Вучич ушел в поста лидера правящей партии, он по-прежнему остается ее лицом. Сербская прогрессивная партия поддерживает вступление страны в Евросоюз, не признает независимости Косово и не вводит санкции против России. Сербская прогрессивная партия находится у власти уже 11 лет, и за эти 11 лет оппозиция не добилась никакого успеха, даже небольшого успеха на некоторых местных выборах. И в этом смысле важность успеха на выборах была бы велика для оппозиции. На самом деле этот успех имел бы общенациональное значение, потому что это была бы, во-первых, первая победа над Александром Вучичем за 11 лет, а во-вторых, оппозиция получила бы возможность выступить на большой сцене, потому что Белград является очень влиятельным местом в Сербии с точки зрения бюджета, ресурсов и финансов. Конкуренты правящей партии – оппозиционный блок «Сербия против насилия». Его крупнейшая партия – партия свободы и справедливости, которую возглавляет экс-мэр Белграда Драган Джилос. В Калице представлены также гражданские, зелёные и левоцентристские партии. Перемены в Сербии начались, и ничто не может их остановить. Люди полна решимости жить в стране без неопределённости, жить нормально, без преступности и коррупции, без бешеных цен в стране, которые собираются инвестировать в образование и здравоохранение, и с которой молодые люди не собираются уезжать. Ничто не может остановить это. Блок «Сербия против насилия» называют прозападным. Однако, как отмечают эксперты в коалиции, нет единой позиции по некоторым ключевым вопросам, которые касаются международной политики. Один из них – введение санкций против России. И это, пожалуй, самая большая проблема этой коалиции – это неоднородность. Они объединились, скажем честно, вокруг идеи отстранения Александра Вучича от власти. В этой ситуации, когда их просят занять чёткую позицию по вопросу Косово, им, несомненно, приходится нелегко. Помимо них, оппозицию представляют правые националисты. Они против вступления в ЕС и не хотят даже слышать о независимости Косово. Господь из сербской направленной страны, 17 декабря – почеток вашего края! На прошлых выборах правящая коалиция получила большинство мест в парламенте – более 150. Она состоит из сербской прогрессивной партии президента Вучича и социалистической партии Сербии. Коалицию поддерживает также партия этнических венгров. Эксперты-обозреватели сходятся во мнении, что досрочные парламентские выборы в стране – это попытка Вучича и его популистской партии заполучить ещё один четырёхлетний срок.